Одной из мер поддержки малообеспеченных семей является адресная социальная помощь. Размер выплат определяется разницей между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи. На первый квартал 2022 года размер черты бедности установлен в размере 26 650 тенгет, при этом прожиточный минимум составляет 38 072 тенгет. Обязательным условием при назначении адресной социальной помощи является участие трудоспособного члена семьи в активных мерах занятости. То есть трудоспособный член семьи обязан быть трудоустроен, либо это могут быть общественные работы, постоянные рабочие места, социальные рабочие места. Примером расчета АСП можно показать, получается, берется состав семьи, допустим, 5 человек. Учитывается доход за прошлый квартал. Это может быть пособие семьям, многодетным семьям, пособие по уходу за ребенком до года, заработная оплата. Этот совокупный весь доход делится на 3 месяца, это количество месяцев в квартале, и на состав семьи, допустим, на 5 человек. Получается у нас сумма среднедушевого дохода. Если эта сумма среднедушевого дохода превышает черту бедности, то семье на текущий квартал назначения АСП может быть отказано. Если среднедушевой доход не превышает черту бедности, при этом образуется разница между ними, то на каждого члена семьи насчитывается вот эта разница, и при этом общая сумма АСП составляет ту сумму, которая выплачивается на каждого члена семьи. Прием заявлений проходит в том же формате. Обращаться необходимо в центр занятости, либо на сайт электронного правительства при наличии действующей электронно-цифровой подписи. В этом году, учитывая действия чрезвычайного положения, получатели адресной социальной помощи, которые являлись таковыми на 31 декабря 2021 года, им произведена пролонгация в виде формирования заявлений в информационной системе, но при этом учитываются доходы 4 марта 2021 года. В связи с тем, что производится переход на оплату адресной социальной помощи через государственную корпорацию, в этом нет никаких нарушений и, получается, никаких изменений в этом нет. Выклад адресной социальной помощи будет производиться к 10 числу следующего за месяц назначения. То есть, за январь месяц адресная социальная помощь будет выплачена 10 февраля. И, соответственно, в течение года эта оплата будет производиться также, то есть, следовать до 10 числа следующего месяца. По словам спикера, процедура упрощена, насколько это возможно, так как некоторые инстанции еще до конца не прошли цифровизацию. Сотрудники центра занятости делают запросы в информационные системы. Но есть один такой факт. Получается, учитывая, что цифровизация происходит такими темпами, наращенными, у нас есть несколько таких моментов. Получается, у нас на стадии разработки является именно отслеживание информации по алиментам. Здесь, получается, мы каждый квартал, когда человек приходит, те семьи, которые имеют на взыскании алиментов, или, допустим, задолженность по алиментам, мы запрашиваем либо постановление о задолженности на бумажном носителе. Если оплачиваются алименты через банки второго уровня, мы запрашиваем выписки с банковского счета. А еще есть такой момент, допустим, человек работает у индивидуального предпринимателя. По закону, да, они имеют право производить отчисление пенсионных взносов до 25 числа раз в квартал. Если, допустим, в информационной системе этих данных нет, нам приходится запрашивать справку с места работы, при этом работодатель указывает нам заработную плату, которую он обеспечивает работникам. Напомним, обязательным условием при назначении адресной социальной помощи является участие трудоспособных членов семьи в активных мерах занятости. Более подробную информацию можно получить в отделе занятости и социальных программ по адресу энергетиктер 62.